В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! У кого котел не варит? Старт отопительного сезона в Самаре ознаменовался скандалом, центре которого оказалась пресловутая ЗАО «Коммунэнерго», 10 лет проработавшая на рынке и переживающая свой закат под аккорд уголовных дел. Сначала компанию обвинили в самоуправстве, в конце июня от горячей воды незаконно отключили 11 домов, а теперь ее руководители Ивана Киеченкова подозревают в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. Впрочем, нельзя сказать, что этот скандал для кого-то стал сюрпризом. Лично я еще прошлой зимой снимала репортаж о том, как дома, которые отапливались «Коммунэнерго», откровенно замерзали. И уже тогда речь шла о том, что котельные, отданные этой компанией в аренду, муниципалитет отберет. Ну а дальше больше. С марта 2014 года ресурсники как будто намеренно забивали гвозди в крышку своего неблагополучия. А может, понимая, что дело идет к финишу, гуляли на последнее. Как итог, накопили почти 50-миллионный долг перед газовиками. Чуть не сорвали отопительный сезон и, по данным областной прокуратуры, растратили 127 миллионов рублей. Сейчас в иных СМИ звучат робкие попытки оправдать «Коммунэнерго», мол, задолжали не только они, но и им, управляющие компании, деньги не донесли. Но во всех этих бизнес-многоходовках теперь пусть разбираются компетентные органы, которым, в частности, предстоит выяснить, отчего это гендиректор компании Иван Киеченков так шиковал. Давал беспроцентным в долг компаниям, где сам был учредителем, покупал вексель из Сбербанка, да и, откровенно говоря, мало в чем себе отказывал. В течение 2014 года на счета «Коммунэнерго» было перечислено порядка 350 миллионов рублей в качестве оплаты за поставленные энергоресурсы. Вместе с тем, руководство данного предприятия эти средства не направило в качестве оплаты за ресурсы, а расходовало по собственному усмотрению. Более того, установлено, что порядка 50 миллионов рублей генеральный директор направил на свой личный счет, на свою карту. 500 тысяч рублей было направлено на обучение генерального директора в институте повышения квалификации МГУ. Теперь в адрес этого высококвалифицированного топ-менеджера несутся проклятия со стороны жителей. Он уехал, с деньгами смылся, а мы остались вообще не с чем. Вот сегодня сказать, 130 миллионов забрал и уехал. А мы при чем здесь? Его ешь там, мы-то мерзнем. Нам от этого не легче, что он там проворовался. Сволочь он! Собраться мужикам и за*** его подвесить. У нас Киев энерго, а не коммун энерго. Нахал задолжал, люди платят ему. А он что? Что не в плече? Ну что, не так что ли? Сволочь, сволочь, с кастрюлях моемся. Ставим, греем, потом несем в ванну, в интернете, в тазике, а сами можем грушкой. Итак, два раза в день, почти три месяца. По милости коммун энерго, 4000 самарцев в сентябре сидели без горячей воды. Галине Юдиной и ее соседям не повезло еще больше. Этот дом второй по Измайловскому переулку и тот, что через дорогу 224-й по южному проезду, за бортом цивилизации оказались с начала августа. Горячий душ на голову жителей, если и лился, то только с прохудившихся труп. Ой, холодные пока, холодные все. Было теплые. Здесь все просто лило и лило и лило. Видишь, какая горячая? Руку ждет прям, обжигает. Тварь. Вот чайник согреем и все шобол на него положим, чтобы вода хоть маленько была горячая. Зараза, зараза. Вот наши скотарейки. Вот наши трубы ледяные. Пожалуйста, ешь не хочу. Холод не тетка. Кто-то, как Нина Павловна, грелся обогревателями, а потом плакал, рассчитываясь за электричество, а кто-то по старинке газом, что тоже не выход. В этих домах отопление вовремя коммунэнерго не смогло дать. В начале октября батареи чуть потеплели, и даже в кранах появился намек на горячую воду. А потом вновь все пропало. Все из-за аварии на сетях, которую, по всей видимости, к зиме никто не подготовил. Жители рассказали мне, такое безобразие здесь не первый год творится. Коммунэнерго так плохо топило, что даже двухкамерные стеклопакеты промерзали. Это не придумано. Это на кухне такой лед. На кухне, когда мы там готовим. На улице теплее, чем дома. Дети маленькие, у нас здесь домик-то сколько? Да, вот у меня ночь тоже заболела. Вот, все болеют. Градусник кладу на батарею. 31 градус на батарее. Отправлял фотографии эти. А толк какой, ничего не изменилось. А какая была температура вообще в квартире? Минимум 18 градусов. Вот он нас держал все время на минимум. Это у меня 18 было. Я еще обогреватель везде втыкал. Вот здесь вот бабушка живет, у нее все время 15-16 градусов. Всю зиму ходим в толстовках, в теплых штанах. Дочка маленькая, она спит в носочках шерстяных, в одежде, да и в кофте. Да и я так же сплю, это вообще ужас. Три года так и мерзнем. Ну что он за человек? Ну он, говорит, у себя даже дом экономит. Господи. Ну, у него, говорит, дом, вот были, говорит, не дома, то, говорит, и то холодно. Где-то на поляне фронте, что ли, там у него дом построенный. И там, говорит, что уж холодно, там экономит. А мы из-за этого экономного болеем. В котельную иногда звоним, говорим, почему не топите? А она говорит, а мне запрещают. Если я включу больше, меня лишат или выгонят с работы. За отопление, ведь круглый год мы платим, и немалые деньги за отопление. Но мы его, ну, летом, а зимой-то мы его тоже не видим. Особенно пятые, первые этажи мы вообще. Ну, они чуть теплые. Да они четвертые. Парное молоко и то горячее, наверное, чем батареи. Сейчас в этих домах уже есть тепло и горячая вода. Где-то благо цивилизации вернули после нашего визита, где-то день в день. Но у жителей претензий все равно остаются и не только Коммунэнерго, но и к своим управляющим компаниям. Эти дома обслуживают МПО ПЖРТ и ЖКС. И им бы тоже не мешало придать ускорение. Люди и так настрадались. А тут еще и слесарь не спешит сделать элементарные вещи. Ты в подвале спусти воздух. Я вам про то уже и говорю. Нужно каждый стояк. Здесь 12 подъездов. Извините, я все сразу за день не смогу даже пройти. Да ты сходи, сходи к нам. Брось воздух. Сгрушу. Слюсарь, который учнет около унитаза. Он вообще ничего не делает никогда. Придет или спит около унитаза, или вообще уйдет куда-нибудь. Сейчас приду, приходит никакой. Да и на конструктивный диалог с людьми никто не выходит. У нас есть управляющая компания. И у нас все договорные отношения с управляющей компанией. Комунэнерго, не коммунэнерго, это котельная. Нас-то по большому счету жители это вообще не интересует. Относятся к звонкам жителей очень неуважительно. Это очень мягко сказано. А вот, а попросту говоря, ничего не объясняют. Ведь жителям нужно просто с ними поговорить, объяснить. Объясниться в управляющей компании ЖКС не отказались. Здесь очевидно и не отрицают. Да, тепло вовремя не дали. Но говорят, причем здесь они, вся беда в Коммунэнерго. На нерадивых и слишком экономных ресурсников они как могли влияли. А могли они немного. Мы фиксировали все недотопы и писали претензии к Коммунэнерго. Снимали какой-то, конечно, объем средств с платежей. Сейчас на данный момент тепло, так как не было запущено вовремя, мы с своей тоже стороны написали претензию в адрес Коммунэнерго. Но если она не выполняет эти претензии, дальше что? Ну, не выполняет по каким причинам? У них мощности не хватает своих для того, чтобы дать эти нужные параметры. Или с точки зрения их экономики как-то они экономят свои ресурсы. Естественно, сто процентов, что управляющая компания просто либо не хотела этим заниматься, либо просто не смогла этим заниматься. Хотя она первая должна была бить колокола, если какая-то ситуация, допустим, с подачей тепловой энергии нарушалась. Но не били, молчали, да. Видимо, их устраивала эта ситуация. Или им было безразлично. Когда воруют деньги, значит, просто не хватает контроля. Город должен был тоже контролировать и более жестко контролировать. Вот эту систему расходования средств. Хотя, в принципе, это тяжело делать. Почему? Потому что это частная компания. Здесь нужен жесткий контроль. Вот когда они будут чувствовать этот контроль на себе, то у них не возникнет соблазна что-то сэкономить. Сейчас мэрия расторгла договора аренды с Коммунэнерго. И 17 котельных вместе с внутриквартальными сетями были временно переданы двум другим компаниям. ЗАО «СУТЭК» и ООО «Самрекэксплуатация». Дальше будут торги на них и определят постоянного арендатора. Но обжегшись на ледяном отношении к ним прежних ресурсников, жители и сейчас опасаются, как бы их не посадили на энергопаёк. В соседний дом зимой форточки приоткрыты, стоишь здесь, смотришь. А мы не то что открыть, обогреватели с комнаты в комнату таскаем. Они топятся от города, а мы топимся от котельной. Пока дом, котельная пока принадлежала железной дороге, было нормально всё. Как продали частнику всё. Вы сами представляете, частнику продать. Он же положить в карман побольше хочет. Он будет держать нас всю оставшуюся жизнь на минимуме. Впрочем, частник частнику рознь. Вот, к примеру, котельная на мехзаводе. Её обслуживает Сутэк. Здесь давно уже поменяли всё внутри. Насосы и котлы работают бесперебойно. И снаружи. Здания ещё с советских лет постройки тоже капитально отремонтировали. Сутэки клянутся, что у них так на всех объектах, а не только на отдельных образцовых показательных. А вот одна из котельных, что осталась от Коммунэнерго. Контраст очевиден. И дело даже не в выбитых окнах, а в том, что самого главного ремонта оборудования здесь никто не делал. Директор самарского филиала Сутэка Максим Подлесный и не скрывает. Наследство досталось проблемное. Вот видно, что проводился ремонт, но он не завершён до конца. Его надо закончить полностью обмуровку, потом закрывать, уже ревизию делать. И только после этого начинать отопить сезон и уже качественно подавать услугу. Но самая больная проблема – это насосы. С насосами не проводился планово-предупредительный ремонт. И когда мы зашли, что пришлось нам заказывать дополнительные запчасти, торцевые уплотнения, на других котельных пришлось перематывать двигатели, потому что были сгоревшие. И на данный момент вот несколько неприглядный вид, который мы планируем устранить. У нас была задача запустить и дать тепло. И ликвидировать аварии, которых не строит иллюзии Максим Подлесный, на изношенных сетях будет ещё много. Жители тоже уже не ждут чудес. И сейчас не тропики, а вот года три, наверное, уже мы вообще не выждем. Вот. Прохладно. Возможно, какая-то проблема внутри дома. А может, сейчас мы выдаём уже тут интернатуру космоса. Внутри дома – это уже вопрос к управляющей компании. Вопрос к управляющей компании, да. И вопрос к тому, как они подготовились к земле. В любом случае, все адреса отработаем. Данным компаниям, которые вошли на рынок вместо Коммунэнерго, предстоит выполнить достаточно большие объёмы работы. Состояние вы котельных увидели. Я думаю, эти итоги мы будем уже подводить весной, когда закончится отопительный сезон. Или в течение отопительного сезона сможем с вами пообщаться с жителями. Услышать их мнение лучше, хуже. И сделаем соответствующие выводы. Впрочем, есть ещё вариант перевода некоторых домов на центральное отопление. Городские власти не первый год вплотную занимаются этой проблемой. Там, где технические условия позволяют, дома уже отапливают от городских сетей. Жители Измайловского переулка и Южного проезда уверяют, что они тоже вписываются в эту схему. Мы здесь закольцованный у нас дом. Та котельная идёт сюда, вот, к колодцам. И мы идём от города сюда тоже закольцованная. Нас может город отапливать. Был разговор, что мощностей не хватит трубы. Там труба. Но её много лет назад её поменяли. Её увеличили, диаметр большой сделали, чтобы хватало отопления на эти дома. Если вдруг что, с той котельной. А нам ответили, что нет, это невозможно, из-за стоят очень большие деньги. А когда нас переключали, почему-то... Это не стоило денег. Не стоило никаких денег. Да, сейчас, что тут платить? Здесь трубы идут, вот. Вот они идут. Вот в тот дом идут. Как въехали 30 лет назад, сразу было всё это подведено, и мы к ней относились. Потом, ни с какой стати, нас взяли к железной дорожной котельной. За 2 километра. Которая теплицу отопляла. Правильно. Она вся разрушена. Там котлы все разрушены. Я не знаю, чем было вызвано, скажем, переключение от смены источников, от котельной. Наверное, у центральных тепловых сетей не хватало мощности на этих кварталах, поэтому перевели на какие-то котельные, вот эти вот, которые там существуют. Скорее всего, из-за этого произошло, перевели, потому что и сейчас, я не знаю, если сейчас назад, но это с определённой затратой, довольно-таки существенной, если дальше перекладывать сети, подключать к централизованному источнику, то не факт, что сейчас будет так же хорошо. Вопрос довольно-таки, ну, скажем, интересный и сложный. Как я вижу решение таких вот проблем, ну, не конкретно, там, по-измайловскому, а вообще таких, наверное, много проблем, то жители обращаются в управляющую компанию, управляющая компания делает следующий шаг, там, идёт в администрацию района, там, с ними какие-то, дальше разговаривать, там, с альтернативными источниками, есть ли возможность, или сколько это будет стоить. У нас таких было масса примеров. Будет обращение, будем заниматься. Может, там, я не знаю, новую котельную построить проще, лучше и дешевле. Может и так, и частные компании, которые теперь будут обслуживать котельные, окажутся добросовестнее своих предшественников. Печально уголовный пример коммунэнерго для бизнесменов, думаю, оказался поучительным. В любом случае, выводы пока делать рано, как и ставить точку в этой истории. Но на сегодня пока всё. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.